В минувшую субботу подопечные Дмитрия Михаленко продолжили подготовку к сезону контролем матчем с Александрией. Главные события поединка в нашем сюжете с места событий. Последний экзамен перед стартом нового сезона прошел у Днепра 1, теперь уже в качестве принимающей стороны. И вышел он не таким богатым на события, как поединок несколькими днями ранее в Запорожье. Стиль игры команды Шарана в корне отличается от модели Скрипника, соответственно и игра ожидалась совершенно иного характера. Дальше первого дня, 5-го числа, когда мы собрались, мы договорились, что будем работать максимально для того, чтобы потом достигать победы. И я очень благодарен хлопцам, и то, что я увидел в тренировочном процессе, то, что действительно выкладывались максимально. И были очень серьезные навантажения, и выдержали, самое главное, что без травм. Конечно, я не могу сказать, что мы готовы на 100% до сезона, но у нас есть план работы до 12-го числа. Скажем так, я имею в виду, что мы в большей степени готовимся до 12-го, потому что сейчас будет еще дальше продолжаться навантажение, а потом уже будем работать, как мы работаем в соревновательном цикле. Закончилось, можно сказать, в межсезоне, сейчас начинаем готовиться уже к первому туру. Игра с Зарей была хорошего уровня, но, опять же, против хорошего противника, который любит доминировать. Мы, может быть, их подловили там на контратаках, то есть были у нас возможности забивать. Играли довольно остро. Сегодня игра более закрытая, команда Александрия – хорошая, физически сильная команда, которая не позволяет много создавать. Там сегодняшний матч не был исключением. Немного у нас было моментов, в первом тайме были возможности, во втором, к сожалению, нет. Днепр-1 рванул в атаку сразу же после стартового свистка Виталия Романова. И будь по принципиальной рефери, вот в этом моменте, когда сорвали выход Кабленко, горчичник мог быть и другого цвета. Пускай и с правом замены. Ну, нет так нет. К мячу в одеянии супряги подошел Артем Довбек и смачно пробил. Панкев на месте. Гости не стали затягивать с ответом и уже к четвертой минуте наиграли на пенальти ворота дебютанта Днепра Сарнавского. Бухал, иди бей. Взорвал тишину крик Шарана, заставив всю команду с недоумением обернуться на своего тренера. Но главный настоял. Бухал, пошел к точке и не забил. Как известно, Сарнавский считается мастером по отбиванию ударов с точки, что он и доказал, эффектно парировав удар своего визави. Ну, во-первых, пенальти. Твой профиль, да, говорят, 9 из 10 отбивает. И там подкат был сумасшедший. Как ты себя чувствуешь, несмотря на короткий срок в Днепре? Не, все нормально. Я же говорил, что ребята приняли хорошо, в принципе. Тренера подсказали, что требует от меня, в принципе, подстраховка там, игра на выходах. Ну, пенальти, это, я же говорил, везение. Так что я не буду заострять на это внимание. Так, в принципе, то, что просили, старался выполнять. И, слава богу, отыграли на ноль. И все. Но ты по удару действовал или интуиция? Интуиция. Я по удару не верю, что какой-то голкипер может, в принципе, отрезать удары. Но то, что Богдан парень скромный, мы поняли. А в чем же фишка с пробиванием пенальти? Оказалось, что наставник гостей не сориентировался в стандарте и отправил пробивать левоногого бухала, как показалось лавочке, штрафной удар. Когда главному подсказали, что арбитр назначил такие пенальти, было уже поздно менять авторитетное и громкое назначение. Позже Шаран таки признал, что повлиял своим решением на результат матча. Травили наставника и в раздевалке, и в мигзоне. Да, так и что в раздевалке, я сказал, хлопцы, выбачьте, это моя помылка. Потому что я подумал, что это штрафная, я не увидел. А потом уже увидел, что я уже не хотел менять. А так получилось, как и бухал, не забил гол с 11-метровой отметки. И самое главное, что отримал травму, прикро. Так склалося. Так что, конечно, нужно быть важнейшим в этих случаях. Потому что перед матчем мы знаем, кто должен пробивать 11-метровый удар. Тем более, Сарнавскому, да, он берет там, по-моему, 9-10. Ну, может, оно кращимо, потому что это контрольный поединок. А официйному поединку, чтобы зараз речишки не забыл, может быть, звичайно, какой-то уверенности не было потом, в чемпионате. Так что ничего страшного не стало, так что все нормально. Самое главное, что мы на ноль сыграли. Да, действительно, обилие моментов у ворот соперников, ни гости, ни хозяева побаловать в этой игре не смогли. Впрочем, еще есть время и связи проработать, и прицел настроить. Из запоминающихся эпизодов первого тайма, пожалуй, отметим неточный удар в дальний угол Хабленко. Чуть позже взорвался сольным проходом Тейлор, но пробить как следует так и не смог. И вновь момент с участием Хабленко и Довбика. Нападающие разыграли неплохую комбинацию в контратаке, но опять же, в завершающей стадии Алексея подводит прицел. Что касается гостей, то в основном они пытались угрожать с дальних дистанций. Впрочем, эти потуги легко пресекали с Сарнаовским. Запомнился Богдан громкими и активными подсказами партнерам по обороне. Это рабочие моменты, когда вратари, ну скажем так, пихают защитникам подсказы, все остальное. Кто-то более эмоциональный, кто-то менее. Богдан Сарнаовский, он эмоциональный или же так более тактично подсказан? Да, мы не пихаем, это просто рабочие моменты, в принципе. Мы делаем одну и ту же работу, за это мы получаем деньги. И каждый помогает как может, грубо говоря. Да, ну, приходится кричать иногда, иногда они на меня, иногда я на них. Так что это рабочие моменты, я думаю, никто обиду не держит. Голос есть. Есть. В перерыве Шаран поменял практически всю свою стартовую обойму. В свою очередь, Штарт Непрян провел только три замены. Игра в поле продолжалась практически без ворот. Лишь на 67-й минуте матча команды встрепенулись. Днепр 1 зарабатывает перспективный стандарт, удар от Кравченко и Билык вытаскивает круглого из-под перекладины. Тут же вырастает термолюк, добивание, но здесь только угловой. А на 72-й минуте напомнил о себе Тейлор, выйдя на прекрасную ударную позицию. Но, увы, смазав в завершающей стадии. Эх, этому парню характер бы поагрессивней, да на весь матч, а не эпизодами. Цены бы ему не было. Заканчивался поединок двумя дуэлями Безбородько и Ерчука. Обе в пользу голкипера Днепра. И в итоге генеральная репетиция перед стартом сезона зафиксирована с сухими, но, как говорят кулуаров, информативными нолями. Я очень благодарен сегодня Днепровый день за то, что хороший спарринг, и мы увидели свою силу на данном этапе. Наверняка вы как тренер тоже следите за соперником. Насколько все-таки эти ребята, ну, скажем так, добавят скилла сопернику? Почувствовали вы сегодня это? Нет, конечно, я уверен на этом, потому что это все таки гравцы с именем, и Довбик, и Буротар Сарнавский, и Дубинчак, которые добавились в межсезонье. И, конечно, я думаю, что Днепро сейчас выглядит немного по-другому. И другая схема тактичная, что мы увидели. И надеемся, что так же, как и мы в минулом сезоне где-то не выполнили, хотя в Днепре было иное задание, насколько я знаю, но все равно тоже прикро. Неоднозначная реакция болельщиков на концовку сезона. Ну, понятно, команда очень молодая, болельщик где-то требует, может, большего, чем могут дать определенные футболисты. С какими мыслями после этого жаркого межсезона все-таки вы готовитесь в сезон? Что ждете? Мы готовимся с большими надеждами. Болельщики правы, и они требуют большего. Вот поэтому этот сезон встречаем с большими надеждами, с большим желанием побеждать, с большим желанием находиться вверху турнирной таблицы. И надеюсь привести Еврокубки в Днепр. Я думаю, Днепр заждался. Команда с большими амбициями. В принципе, каждый футболист хочет подняться повыше в турнирной таблице. Мы будем на каждой игре это демонстрировать, стараться. Какие амбиции у Довбика? Ну, нам поставили задачу на сезон попасть в шестерку и попасть в Еврокубки. Поэтому мы будем придерживаться этой же схемы, тактики. Поэтому будем стараться попадать в шестерку. Амбиции мои – помогать команде, забивать, отдавать все, что нужно для нападающего. Руслан Петрович Ротан, старший тренер молодежной сборной на матче. Фигура в футболе скилловая. Можете ли поделиться, обсуждали ли каких-то игроков или это просто, скажем так, дружеский вид? Это обычные разговоры после игры. Он говорит о том, что увидел каких-то кандидатов. Это самые-самые обычные разговоры, как всегда. На футболе, после футбола встречаются люди, между собой общаются.